Всем привет, друзья! С вами Барат. Я продолжаю проходить игру Евротрак Симулятор. Это первый Евротрак, друзья, а не второй. Так что давайте посмотрим на статистику. Тормозить не будем. Ну не люблю я тормозить. Так, карьера. Нужно доставить два груза в одну и ту же точку. Один уже доставлен. Так, доставить четыре любых груза в любую точку. Четыре любых. То есть грузы должны быть разные, потому что я взял два одинаковых и мне не засчитал один груз. Я уже выполнил четыре груза. Проехать с грузом 6000 км. Проехал всего 2490 км. Заработать надо 25 тысяч. У меня всего 20. Скоро заработаю, кстати говоря. Так, выкупить одну страну. Экономика. Эта страна стоит 31 тысячу. Или не, 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 не. Погоди, не 301 тысячу. 52 тысячи. Там население 31 тысячу. Ну что, друзья, погнали. Так, запустим мы движок, пожалуй. Вид от первого лица. Так, кстати говоря, где у нас тут место загрузки? Понял. Нам, кстати, налево надо, блин. Надо бы заехать в мастерскую. После прошлых аварий я долбанул хорошенько в прошлом видео свой грузовик. Ё-моё. Э, алё. Видите себя нормально? Это дождь еще, блин. Так, сменим полосу сразу. Ну что, друзья, рассказывайте, как у вас делишки-то? Как поживаете? Так, поехали дальше. Светофор судя по всему поменялся. Ё-моё. Ну что, друзья, заехал я на СТО. Так, двигатель поврежден на 8%. КПП на 4%, тормоза на 4%, шины тоже на 4%. Давай-ка, починим и все. 300 евро, бля, всего-то 300 евро. Так что, починим. Безусловно. А то мой грузовик что-то тормозит. Медленно едет, реально. Так, где мои зеркала? Не то. Так, поехали направо. Теперь нужно заехать на компанию. Да, я правильно еду. Блядь, проехал на красный свет. Ладно уже. Придется штраф платить. Вот, чёрт. Тут он направо, друзья. Эй, бля, я чё, урезался опять. Так, друзья, приехали мы на компанию. Так, что это за компания у нас? Блядь, не успел прочитать. Блин, немножко назад. Трет какой-то, бля. Или трет, хер поймёшь. Ну, короче, по дереву обработки. Так. Давайте-ка глянем мы. А у нас по-любому отсюда один путь. Только в Лиссабон. Ладно, едем в Лиссабон. Ну что, друзья мои, строевой лес мы везли. Везли, правильно. Правильно. Что нам нужно взять? Возьмём стволы. Стволы мы ещё не везли. Поэтому принять. И выполним квест, кстати говоря, который называется... Ля. Врубись-ка, поворотник. Да, вот. Стволы нам погрузили. Выполним квест отвезти два груза в одну и ту же точку. Скорее всего, это ту же точку, куда везли мы тогда этот строевой лес. То есть на стройку в Лиссабон. Ладно, немножко назад и поехали. Выворот, друзья, у фуры колоссальный, конечно. Это очень хорошо. Так, вид от первого лица. Охренеть, я чуть не врезался в тот блок. Так, знак стоп. Притормозим немножко и обратимся к карте. Навигация. Давай-ка посмотрим. Ну да, путь тут один, друзья, другого нет. Ладно, поехали, короче, в Лиссабон. В Португалию, друзья, в Португалию. Скоростной режим 50 км в час я, конечно же, не нарушаю. У меня уже 70. Вообще не нарушаю. Ни разу. Кстати, персонаж мы подустал где-нибудь по дороге, где-то по дороге надо будет тормознуться на ЗС, к примеру, и поспать. Ну что, друзья, написали, как у вас делишки-то? А то вечно, блях, хрен кто напишет что-то в комментарии. Не как делишки, ничего, блях. Даже нахер не пошлют. Но, сразу скажу, нахер посылать не надо. Это некрасиво. Так, что тут у нас? Можно поворачивать, в принципе. Лиссабон у нас это второй съезд. Нам нужно развернуться и уехать налево. Так, направо по второму съезду. Сразу врубаю поворотник, чтобы на дорогу уступили. Боты всегда уступают дорогу, если поворотник включен. Вот видите, он там тормознулся, уступает мне дорогу. Позволяет выехать сразу на вторую полосу. Лиссабоа. То есть Лиссабон. Лиссабоа написано. Ну что ж, в Лиссабоа, друзья. Мадрид направо. Это первый съезд на Мадриду. Ну да ладно. Кстати, дождь закончился. Давай-ка вырубим его. Фары, а также поворотники. Это, блядь, не поворотники. О, тут можно звуком управлять. Хера себе. Или чем-то еще. Я опять забыл, друзья, на какую клавишу вырубается этот дворник. Так, ладно, поехали. Надо бы отдохнуть. Да и заправиться не помешает. А, движок вырубить. Ну что ж, 197 литров соляры мы залили. Так, надо бы поспать. Реально, надо бы поспать, а то я не доеду. Тупо где-то по дороге заснет персонажа. Мне этого не надо. Пускай поспит. Турист города Мадрид. Вы получили. Вы посетили Мадрид уже два раза. Хорошо. Так. Это ты... Блядь, этот дворник надо вырубить. О, нашел, друзья. Дворники у меня на П вырубаются. Нажал на клавишу, П, все, поехали дальше. Хотя, поворотник можно было и не врубать, никого вроде и так нет. Давайте выйдем сразу на центральную полосу и топим, друзья, топим по полной. Кстати, посоветуйте, какую музыку вставлять в эти видосики про Евротрак. Ну, те, кому Евротрак нравится. Кстати, друзья, как вам вид от третьего лица? Как лучше записывать видосики? С видом от третьего лица или от первого? Опять дождь пошел, блин. Так, фары вырубим. М-да, друзья, хреновая погода сегодня. Там дождь шел, блин, потом немножко. Перестал, опять пошел. Хрен знает, циклон какой-то, походу. Дерево, блин, намокнет, набухнет. Станет еще тяжелее, чем есть. Эх, бедный мой грузовичок, блин. О, 90 в час на спуске. Неплохо, в принципе. Смотрите, транзит обгоняет. Паразит, а не транзит. Тем временем, друзья, мы добрались до границы с Лиссабоном. Точнее, с Португалией. Так, Португалия. Хорошо, что нас на границах-то не тормозят. Так, первый съезд на Лиссабону, друзья. Смерим сразу полосу, даже поворотник не врубаю, так как далеко позади машины. Нам куда, кстати говоря. Понял. Нам сюда тогда, по первому съезду. Да, друзья, не получится. Дальше, короче, два груза в одну и ту же точку. Хотя, может, это имеется в виду в один и тот же город. Так как этот груз нужно везти на ферму. А тот не везла в стройку. Ладно. Плевать, короче. Хотя, может, и выполню я задание отвезти два груза в одну и ту же точку. Сейчас проверим. Сбавим немножко скорость, так как нам сюда. Так, 50 км в час ограничения. Так же обгон запрещен, так как две полосы сплошные. Ну, в принципе, обгонять даже некого. О, смотрите, конопляное поле. Видали? Где растет-то? То есть, вы понимаете, друзья, да? Не совсем простые люди у нас тут, фермеры. Посадили себе конопляное поле. И сидят тут, покуривают втихушку. Пока никто их не видит. О, бараны блеют бы. Индюки кудлят. Кулдычат. Так, ладно. Давай-ка подгоним сюда прицеп. Стопэ. Надо немножко развернуть. Вот так. Ну, я думаю, он ровненько стоит. Давайте сверху посмотрим. Да не то. Сверху, я сказал. А какой вид сверху? А, троечка, вид сверху. Ну, да, в принципе, нормально. Так, разгружаем. Ну что, друзья, груз мы разгрузили. Заработали 3640 евро. 250, конечно, за проезд на красный свет. Но бывает, друзья, бывает. Тупо не успел тормознуть. Поздравляем, вы получили одну звезду. Неплохо. Так, давайте на статистику. Друзья, мы выполнили доставить 4 любых груза в любую точку. Найдите галочку. Ну что ж, один квест выполнен. Осталось еще 4. Ну что, друзья, я думаю, тут я остановлюсь. Сейчас пойду к фермерам, поспрашиваю насчет того поля. Может, они поделятся со мной. А в следующем видео я с вами поделюсь. Если они, конечно, со мной поделятся. Ну ладно, друзья, тут я с вами прощаюсь. Всем удачи и добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok